Чувство дежавю Небольшую игру. Хорошо, мы сегодня небольшой интерактивчик устроим, который не предполагает ответа в реальном времени, но вы представьте, что предполагает, да? Попробуйте подмечать у себя в голове, когда сейчас будете смотреть его, где вы уже видели это раньше. Почему это кажется вам знакомым и кажется ли вам это знакомым вообще? Не в плане видеоряда, да? Не в плане того, что в этом трейлере показано. Не-не-не-не. Имею в виду в плане общего тона, в плане атмосферы, в плане, может быть, даже исторической сводки. Если вы еще не поняли, о чем я, то либо поймете в следующие пару минут, либо когда я объясню вам это через две минуты. Обращайте внимание на атмосферу. Не слушайте пока тех. Теперь можно слушать тех. Не похоже ли это на что-то, что происходило примерно год назад? И тоже во второй раз, кстати говоря. Пафосная музыка нагоняется тут вот большую атмосферу, грандиоза некоторого. На фоне небольшой бафанады. Пока что небольшой. Наш первый полет, наш первый тест, понимаете? Готовится. Это смешно, потому что он жирный. Красивая, красивая. Вы должны думать о возвышенном сейчас. А еще о том, что это была ваша любимая игрушка детства. Ну, у меня, по крайней мере. Герои у поколения. Игрушки, которые вы сможете купить за 29,99, конечно. Большие, очень большие роботы, действительно. Может быть, даже Metal Gear там будет. На Дагоба или где они находятся. Пока что не понятно. Но я знаю, с кого взяли Императора Зурга. И наверняка он там буквально будет. Но в этот раз серьезно. И после приключенческого тона Нужны традиционные пиксаровские шуточки. Потому что без них мы обойтись не можем. И это все. Это был второй трейлер. Я подчеркиваю именно второй. Это важно. Почему важно? Ну, как бы сказать. Я не очень понимаю, что именно Дисней хочет с Пиксаром делать, как студии, которая эффективно ему принадлежит. У меня возникает ощущение, особенно в последние пару лет, после того, как ковид дал им достаточную отмазу, чтобы подобным промышлять, что они хотят ее полноценно в себя ассимилировать, слэш избавиться от нее. И вот эти вот недавние тренды, которые я подмечаю с разделением студии на две условные команды, на самом деле их там гораздо больше, я предполагаю, потому как эти вот фильмы, про которые сейчас буду говорить, выходят, да, они не помогают. Они не помогают ни хрена вообще. Конкретно по самому трейлеру мне сказать не то, чтобы много чего есть, потому что это пиксаровский трейлер. Не во всех случаях, последнее особенно время, но как минимум в половине случаев он будет выглядеть идеально. Анимация будет выглядеть максимально вылизанной и высокобюджетной. И когда я говорю высокобюджетной, я имею в виду где-то за там 300, может быть, побольше миллионов долларов. Это для них уже стандарт, ниже просто быть не может. И здесь тоже точно самое. Может быть, нужно как-то прокомментировать образы персонажей, но по большому счету только один из них кому-то интересен и известен в данный, во всяком случае, момент. Не считая других космических рейнджеров, которые, конечно же, будут очень сильно разнообразными, как тут было показано в отдельных мелких кадрах, которые я сейчас с трудом могу поймать. Ну, знаете, все цвета радуги, это сейчас важно, но даже не в этом суть. Единственное, что прокомментируют, для меня стало новшеством. Узнает, что благодаря правильно поставленному свету, умышленно, кстати говоря, да, это же не случайность, это ведь аниматоры делают своими собственными руками, и правильному углу можно сделать гигачад жирничем, потому что вот этот вот мужественный гигачадовский подбородок внезапно расплывается чуть-чуть шире, чем, наверное, задумывалось. А может быть, в этом была шутка, может быть, мне это просто кажется, да. По визуалу, ну, сказать только нечего. Он яркий, он сочный, он очень-очень дорого-богато выглядит, и, в общем-то, ничего нового там даже не получится сказать, но, опять же, думайте об этом с точки зрения контраста. Где вы уже видели это, возможно, в прошлом году? Еще не поняли намек? Хорошо, давайте подумаем о Тоне. Как примерно этот трейлер выглядел? Вот даже не смотрите на картинку сейчас, просто думайте о том, что вы в нем слышали скорее. По большей части, даже, я бы сказал, 50 на 50, это был воодушевляющий такой глобальный приключенческий тон, который должен заставлять вас думать о высоком, и юмор для Пиксара совершенно стоковый, традиционный и не берущий на себя абсолютно никаких рисков. И, естественно, страдает от него вот этот вот Челс. Явно не из-за неправильного угла, выбранного вторым подбородком, скажем так, да, когда его два раза, по-моему, за этот трейлер утягивает Лиана в неизвестном направлении, но это ладно. Я так понимаю, что это у него будет общий штик. И эти тонны чередуются, да, то есть вот у нас Бас заходит в свой космический корабль, там он взлетает куда-то, мы, наконец, готовы к эксперименту, мы так долго к нему готовились. Водушевляющая музыка играет, такая, знаете, вот пафосная, с вокалом прям, чтобы вы думали, вот оно, космическое приключение, настоящее, господи, что же там будет, что же там произойдет. А потом начинается уже более традиционная такая приключенческая, я бы даже сказал, я пытаюсь это слово сказать с уважением, но я не знаю, как его уважительно произнести, детская тема. После того, как вам, естественно, показали игрушку, которую вы 100%, кстати говоря, сможете купить точной репликой, говорящая даже, всего лишь каких-нибудь там 49-99, хотя я даже не знаю. За вот этого кота, который мне напоминает, помните, были такие олдовые роботы-собаки, где-то в конце 90-х, по-моему, в начале нулевых, которые, я не знаю, были ли они в России активно, но в Америке был такой небольшой тренд, где-то там полгодика-год, когда родители их покупали детям, чтобы не нужно было ухаживать за настоящей собакой, с которой больше проблем будет, да? Это вот возвращаем, возвращаем классическую моду, судя по всему. Не знаю, сколько они за нее возьмут, но говорить будет, это я вам гарантирую. Начинается традиционное приключение. Вот он, баз, дерется с роботами, большими, непонятно откуда взявшимися роботами, но при этом вы не думаете, что это там должно быть что-то жутковатое, может быть, или что-то слишком серьезное. Все так или иначе сводится к юморку, ну, больше приключенческому юморку, и они вот этот вот тон чередуют один за другим, один за другим, да? Для Пиксара, особенно для пиксаровских трейлеров, это достаточно привычная тема. Они часто так делают, особенно в последнее время, и не берут на себя больших рисков, да? Вы должны ржать, вы должны постоянно угорать потихонечку, да? Потом они, конечно, будут бить ваш сердце кулаком, это само собой, но попозже, попозже. Почему я так активно привлекаю к этому внимание сейчас? Вспомните, что из себя представлял первый трейлер. Я по нему видео не делал, потому что там было довольно мало информации, да? Я хотел подождать, что будет дальше, и вот, наконец, дождался. Что из себя первый трейлер представлял? Опять же, по тону. В первом трейлере тон был исключительно приключенческий и заставляющий вас думать о высоком. Вспоминайте, вспоминайте. Не первый раз мы уже такое видим. Вот он, бас такой пафосно подходит. Опять же, кораблю это более-менее похожие кадры, только там с небольшим другим содержанием. Под очень пафосную музыку смотрит выезд, думает о высоком, и вы вместе с ним думаете о высоком. Вот он улетает в космос. Что же за приключения его там ждут? Что он там найдет? Может быть, он найдет там себя, да? Это вот прям... Вы должны получать чувства сродни трансляции, там, высадки на Луну, да? Отправление человека в космос в принципе. Это что-то вот должно быть такое чудесное для вас. Вот его переживания какие-то личные, когда он смотрит из своего окна в неизвестность, да? Там думает о чем-то, о чем-то очень тяжелом, может быть. О том, что космос его зовет, в конце концов. Ну, вы понимаете, к чему все это клонит. Ладно, тут тоже Лиана была, но там к ней не привлекалось именно такое умористическое внимание. Может быть, один, там, максимум два бита, но, опять же, вы не должны были думать об этом слишком сильно. Это точно. Или вот, например, мой любимый кадр, с которым я видел достаточно много фотошопов, где он стоит с голой задницей перед костюмом. Это было, конечно, довольно... Да, довольно мило. Короче, помните, как душу рекламировали? Если не помните, то я вам напомню. Первый трейлер, вы должны думать о высоком. Вот эти вот пафосные объездные кадры, какие-то масштабные планы, да? Которые показывают нам обширность мира. Вот наш главный герой, у которого в жизни сейчас произойдет что-то чудесное, да? Он хочет быть чем-то большим. Там целый мир буквально у него в руках сосредоточен. Вот что-то необычное как будто будет, да? Что-то для Пиксара нехарактерное. То он как-то очень сильно отличается от их традиционного юморного. Как будто бы, по-первых, у трейлера указалось, но, естественно, музыка подобрана соответствующим образом. Потом выходит второй трейлер, и вы видите в нем совершенно традиционную Пиксарщину с буфонадой, парочкой шутейчик, которые они очень тщательно писали. И, по сути, вам всячески намекают на то, что, ребят, если первый трейлер вас испугал, вы подумали, что перед вами что-то слишком новое, что-то, на что вы, будучи слишком 50-летними бумерами, боитесь лишний раз повести своих детишек, потому что, не дай бог, они начнут там головой что-то выдумывать, или, в принципе, вы не очень сильно любите риски, то можете не переживать. Никаких рисков мы на себя брать не будем. Все, как обычно, все хорошо. Мы, конечно, попытаемся посидеть на всех стульях сразу, и как успешно у них это получилось душой конкретно, вы можете посмотреть в моем ролике на основном канале. Он даже не такой старый относительно, буквально из января прошлого года. Но не нравится мне вот эта вот тенденция последних лет. Я сейчас проведу контраст, который, как следует, мою мысль подчеркнет в ваших глазах, я надеюсь. Мне не нравится тенденция тотального отрицания рисков, которые они потенциально могут на себя взять, если бы они были полноценно независимыми. К сожалению, когда вы читаете титры, вы понимаете, что студии это, во-первых, и съемками тоже отдельно. Disney занимался вместе с Pixar на пару, потому что они друг без друга сейчас уже никуда не ходят. Ну, естественно, прокатчик у них, Walt Disney Pictures, Animations, какое там у них конкретное подразделение. Короче говоря, Disney выделяет на все это деньги. И у Disney есть очень интересные виды на Pixar. На вот эту вот любимую народом студию. Одно название, которое моментально пробуждает эмоции. Какие-то воспоминания из детства, в конце концов. Заставляет вас думать о необычных концептах, о каких-то смелых идеях, которые они поначалу еще пробовали. Где-то примерно до Валли включительно, потом, по их собственному признанию, идеи у них, конечно, закончились, они уже начали придумывать их по ходу дела. Что-то работало, что-то не очень работало, но в такие дебри мы углубляться не будем. Последние пару лет, однако, что происходит? Последние пару лет, я замечаю, особенно после того, как началась вся эта ковидная тема, возможно, кстати говоря, что именно вот тренд, он начался еще до ковида, но ковид дал им отмазу, да, Disney как бы дал отмазу для того, чтобы обходиться с Pixar-овскими фильмами двумя, очень конкретными способами. Либо они получают большие бюджеты, и на них делается реально сильная ставка, что не позволяет им брать на себя никаких рисков, по большому счету вообще. Либо они не получают ничего из вышеперечисленного, могут быть чем-то более уникальным, чем-то менее традиционным, но в итоге их просто выкинут на Disney+, и их никто в любом случае не увидит. Ну ладно, я преувеличиваю, конечно, их увидит большое количество человек, но даже не близко такое большое, как при традиционном театральном релизе. Это все еще в 2020 году началось, когда они после внезапного закрытия кинотеатров и недостаточной прибыли от художественного мультфильма вперед выкинули его на Disney+, где он собрал, естественно, не те цифры, которые бы предоставил театральный релиз, но он собрал достаточно много подписок для того, чтобы считаться даже не столько фильмом, сколько инструментом в руках Disney. Потому что все-таки, когда вы постите о том, что пиксаровский мультфильм не просто какой-то там рандомный студия, пиксаровский мультфильм эксклюзивно выходит на стриминговом сервисе, ну да, это привлечет подписчиков, им нужно оформить подписку для того, чтобы его посмотреть, правильно? Вы увеличиваете аудиторию, которая не просто, аудитория не просто пользуется вашим продуктом, а подписывается на него, то есть как бы обещают вам, что в течение определенного времени она будет стабильно нести вам деньги, многие люди подписываются на несколько месяцев вперед, потому что это дешевле, они предполагают, что в любом случае будут пользоваться сервисом, ну вы знаете, как работают стриминговые сервисы, да? Но, почему они решили мультфильмы именно такой большой, как бы знаменитой студии, без театрального релиза, периодически выкидывать на Disney+, в зависимости от чего это работает. Ну, моя теория, и есть у нас доказательства, которые это подтверждают, да, конкретно Лука и я краснею, по-моему, правильно, правильный перевод я вспомнил, да? Про девочку, которая в красную паночку переносится, да? Это проекты, которые изначально потребляют меньше бюджета и берут на себя больше рисков, и уже как бы заведомо намекают Disney на то, что они в театральном релизе вполне могут не зайти. Что, насколько я помню, это, конечно, связано с ковидом, по большей части, да, но поначалу это происходило и с вперед тоже. Но потом они решили, а зачем рисковать? Тем более, когда такая тяжелая ситуация, и у нас есть прям четкое разделение на кассовые проекты, которые, мы надеемся, по крайней мере, что нам хорошо принесут прибыль, потому что зайдут, за счет гарантированно известного там главного героя, базлайтер, например, да, или за счет того, что мы соответствуем правильным сейчас трендам, даже если вкладываем в это душу, понимаете, к чему я клоню, да, то вот с ними мы как бы берем на себя риски, а с такими мелкими проектами, ну, а нахрена? Мне, конечно, тяжело про себя в голове называть любой пиксаровский проект мелким, потому что в любом случае он стоит дороже, чем все наши жизни здесь вместе взятые, но все-таки вы можете очень четко, невооруженным глазом проследить разницу, как минимум, в плане продакшена между чем-то вроде Луки, которого тоже, кстати говоря, выкинули сразу на Disney+, кроме тех стран, где недоступен Disney+, поэтому там он получил полноценный театральный релиз, да, но это не мировая тема, в Америке, например, у Лука не выходил в кинотеатрах, да, его прям сразу на Disney+, выкинули, хотите, подписывайтесь, смотрите, бренд известный, ну, наверняка, каких-то подписок они соберут, продакшен, вот его уровень, да, по уровню анимации, по уровню, там, дизайнов, ну, и, в принципе, дорогобокотовизны, теперь есть такое слово, дорогобокотовизны, да, вы поняли, короче говоря, и Lighter, того же самого трейлера, которого мы сейчас видели, как минимум по уровню своего рендера, да, потому насколько там насыщенные тени, там, как свет играет, падает на кожу, как там вот лица, более реалистично выглядят, чем вот эти вот Cartoon Network-овские слэш Disney XD-шные рты в виде бобов, как вот этот вот модный, да, это что-то, что больше косит именно под телевизионную анимацию, просто достаточно высокобюджетную, относительно высокобюджетную, и потом у нас, с другой стороны, есть вот эти более большие, такие крупные проекты, в которые явно вкладывалось больше денег, ну и, соответственно, в рекламу этих проектов тоже вкладывается больше денег. На момент своего релиза в июне 2021 года Лука был вторым, получается, фильмом, который Disney, Pixar-овский, да, выкинул на Disney+, и тогда мы подумали, ладно еще, ну, может быть, это только временная какая-то мера, два, это совпадение, но знаете что, три, это уже паттерн, это уже тенденция своего рода, потому что вот этот вот мой фильм про красную паночку, по-моему, называется «Я рыжею» или «Я краснею», что-то в таком духе, который будет, по-моему, из того, что я помню, обширной метафорой на половое созревание, в том числе на месячный, я надеюсь, что они справятся с этим лучше, чем большой род, скажем так, не то, чтобы это было тяжело, я имею в виду, планка достаточно, достаточно занижена. Его, как стало известно, месяц назад тоже выкидывают на Disney+, причем без предупреждения, насколько я понимаю, сама студия об этом не знала, вплоть до решения, которое принимал прокатчик. Ну, прокатчик, естественно, есть такое право, в конце концов, они выделяют на все это бюджеты, поэтому, ну, кому вы будете жаловаться, явно не Disney. Почему Disney так поступает? По какой причине? Потому что в его глазах у Pixar есть два типа проектов сейчас, и ни один из этих типов мне не нравится. Первый тип проектов — это дешевые, чуть более рисковые, но от которых никто ничего не ждет, поэтому не рассчитывайте на театральный релиз, не рассчитывайте на то, что детишки будут вам в унисон хлопать, пока вы сидите в кинотеатре и чувствуете, что вы сделали хорошую работу. Может быть, вы потом это в видеоформате увидите, по отдельности там какая-нибудь семья по телеку смотрит. Может быть, так получится, в лучшем, сука, случае. Продадут игрушек, хорошо, если зайдет, круто, вообще ничего против не имеем, но, скорее всего, не зайдут, поэтому идите. На Disney Plus выкинулись и нормально. Там вам самое место. И второй тип — это, по сути, 50-50, да, потому что если вы найдете в нем что-то, над чем можно прямо вот основательно глобально подумать, какие-то новые охрененские идеи, какое-то новое слово, которое никогда раньше там не было произнесено, как это было с душой, потому что многие там действительно нашли что-то кардинально новое для себя, включая меня. У меня были, скорее, проблемы с тем, как оно было исполнено. Я бы вот так вот это описал, да? Но подается оно именно с коммерческой точки зрения, с точки зрения пиар-материала, как что-то безопасное, что-то нерискованное, что-то, что вы вот точно знаете, какую эмоцию вы от этого получите, учитывая глобальность бренда, его размер, и учитывая то, какого тона он обычно придерживается. И если в процессе получится, то, опять же, хорошо, но это не то, что вам пытаются продавать. И есть у меня такое подозрение, что если Дисней будет дальше сжимать в кулак уровень своей власти над Пиксаром, то вполне возможно, что они и к потенциальным вот этим вот рисковым идеям тоже будут относиться чуть менее лояльно и чуть более сдержанно, да? Потому что, как это обычно бывает с гигантскими корпорациями, когда ты становишься настолько большим, все больше и больше монополизируешь индустрию, ты начинаешь бояться, Ты начинаешь переживать за свои потенциально слабые ассеты. Что-то, что люди могут внезапно разлюбить, что-то, от чего они могут отвернуться. Я понимаю, что слышать фразу «люди могут отвернуться» и слово Пиксар в одном предложении это достаточно странно, да? Это не то, что вы слышите часто. Я согласен. Однако, люди не всегда лояльно относятся к рискам. Некоторые риски оправдываются, некоторые риски не оправдываются. И ваша задача, как гигантской компании, это минимизировать свои риски и максимизировать свою прибыль. Когда у вас есть достаточно важный ассет, который отличается тем, по крайней мере, раньше, да, что он брал на себя какие-то риски, какие-то новые идеи, ну, вы не то чтобы против, потому что его бренд все еще приносит вам деньги сам по себе, но вы все-таки хотите, чтобы он немножко охладил известное действие свое, за которое с меня снимут монетизацию. Вы понимаете, к чему я клоню, да? По крайней мере, это тот тренд, который я сейчас наблюдаю, потому что реально, то, что я вижу в трейлере втором базы Лайтера, это уже происходило раньше. Буквально то же самое было с душой. Вот буквально то же самое. Она, конечно, собрала в итоге, правда, не такие золотые горы, как хотелось бы, и вы вряд ли видите сейчас полки, заполненные мерчем по душе, если вы понимаете о чем я. С Лайтером, возможно, будет по-другому, да, потому что все-таки это франшиза, которая основана на изначальной игрушке. Как минимум, уровни продаж самого базы Лайтера в традиционном костюме и в новом костюме, в том числе, подскочит. Да блин, даже я бы себе, на самом деле, наверное, такого хотел. Но если мы смотрим именно на коммерциализацию, то исключительно диснеевские проекты, которые они снимают без участия Пиксара своими руками, коммерциализируются гораздо сильнее. Подумайте только о том, насколько сейчас хорошо продается то же самое Энканте, про которое я не говорил, потому что, ну, не посчитал, что там есть о чем говорить, там как бы и сюжет этот толком нет. Но, сука, насколько же сильно он хайпует. Наверное, даже сам Дисней, кстати говоря, этого не ожидал. То есть, да, я понимаю, что там достаточно известный композитор, рифмоплет, и песни, ну, должны были затащить по расчету, понятное дело, там, опять же, все соскучились, наверное, уже по диснеевским полноценным мюзиклам к этому времени. Но в любом случае, я буквально читаю истории про то, что игрушку Луизы, ну, это которая большая девочка, да, ее нереально найти на полках. Ну, или, по крайней мере, очень-очень сложно. Когда какую-то игрушку диснеевскую, тем более, сложно найти на полках, ну, это означает, что они сейчас купаются в деньгах больше, чем обычно. С чем, наверное, можно их поздравить? Мне бы просто не хотелось, чтобы они эту коммерциализацию слишком сильно в Пиксар пихали. И пока что слишком сильно они ее туда не пихают, но мне не нравится, как мало рисков Пиксар на себя берет в последнее время, да, а те, которые берет, они не получают огласки вообще, скорее всего, потому что Дисней боится. Или просто так совпало, да? Всегда можно сказать, что это просто такое совпадение, но мне кажется, три случая подряд с контр-примером, который я вам только что описывал, это уже все-таки закономерность. Но тут только время покажет. А, трейлер довольно милый, да, можете купить робот-котика, который будет вам песенки петь, наверное, это здорово. Или вы можете подписаться на канал Культа с живьем, лайк с комментариями поставить, колокольчик на все оповещения, кнопочку красную нажать, очень важно, между прочим, этот канал и помогает. Спасибо вам за то, что вы такие сладенькие булочки по жизни, я вам в конце концов хочу сказать, люблю вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok